Мы возвращаемся к теме нового вида мошенничества в Саратове. Аферисты наживаются на потерявшихся питомцах. По какому принципу работают мошенники и как не попасться на их удочку? Собственное расследование провела моя коллега Елена Макарова. Теперь Чарли гуляет только на поводке. Его последний побег Тамаре Горбуновой обошелся в 5000 рублей. Я говорю, почему собака-то у вас оказалась? А вы, говорит, насолили там кому-то. Собаку вас украли. Ну и вот, мол, собака у нас. А началось все с объявления в интернете. Именно через него добродетели вышли на связь с хозяйкой ирландского сеттера. О том, что попали в лапу мошенников, Тамара и ее муж поняли, когда перечислили деньги на счет аферистов. Муж переводит деньги. То есть он поднимается на этаж, стоят две девочки с нашей собакой. Он говорит, ничего не понял. Что, говорит, уже собаку привели? А девчонки тоже ничего не поняли. А вот Наталье Клименко мошенники предложили выплатить 10 тысяч за черного русского терьера. Но девушку оказалось сложно провести. Не вижу смысла, пока я не увижу свою собаку, переводить вам деньги. Тут я начинаю думать уже. Я думаю, а если про клеймо спросить? У меня-то нет у него клейма? Вот. Я говорю, а скажите, пожалуйста, где у них собаке клеймо находится? И зачитайте мне номер клейма. Вот тут-то они уже начали прям вот психи. Мы решили выйти на след аферистов. Итак, на одном из сайтов размещаем ненастоящее объявление. Пропала собака. Вот она, белоснежная самоедская лайка. Спустя несколько часов раздается звонок от желающего вернуть нам нашу собаку. Алло, здравствуйте. Да, да. А вы нашли мою собачку, да? Да, это меня. А где нашли, вы можете сказать? Да я не интересовался у него, господи. Неужели это так важно? Неужели это важнее того, чтобы забрать, извините? Ну хорошо, скажите, где встретиться? Давайте, любое людное место, магазин или остановка. И сколько интересов вы мне предложите по деньгам? Например, полторы тысячи. Ну нормально, за бензином он будет. Давайте в гурпарке встретимся. Давайте, хорошо, я сейчас пошлю, так, четырем часам. Четыре часа вечера, городской парк. Хорошо, в чем одеты? В красной куртке. Вы меня видите? Так, давайте, подождите, через минуту мне перезвоните, у меня там брат стоит. Я сейчас ему скажу, что вы в красной куртке. Ага, хорошо. Мы сразу понимаем, что общаемся с мошенником. Вы видите, что на мне не красная куртка. Скорее всего, переговорщик находится далеко от нас. Он сказал, наличные деньги в руки брать не будет, нужно будет сейчас сделать квитанцию. Ага. Я вам скажу, как вы в машине подойти, подойдете к машине, квитанцию подойдите и выберете, понятно? Ага. Значит, если вы сейчас подойдите к терминалу, я объясню, как сделать квитанцию. Выслушав подробную инструкцию, направляемся к банкомату. На любые вопросы и просьбы собеседник реагирует жестко. Что доделать, извините? Позвать в милицию? Нет, если в милицию, то ради бога я позвоню, но ей. Зачем мне это нужно? Ну, ложите, я повешу у вас на линии, ложите, я повешу. Хорошо. Ну, как мы видим, то, что люди не могут подойти и нам отдать нашу собаку. Они, скорее всего, сейчас находятся где-то дома у себя и общаются с нами дистанционно. И просят от нас определенную сумму денег через телефон. По словам сотрудников полиции, такие аферы для них не в новинку. И советуют при разговоре с человеком, нашедшим вашу собаку, необходимо спросить у него особые приметы своего животного, которые вы не указали в объявлении. Если сразу будем известны, от какого города звонят, чтобы взаимодействовать с тем городом, потому что все звонки проходят, это довольно-таки не с одного региона, с других регионов. Пока мы здесь вычленяем, какой регион, номер перекрывает, уже этот номер заблокирован, уже звонят с другого. А тем временем черный русский терьер Васи уже вернулся домой. Его нашли друзья Натальи. И взамен ничего не попросили. Теперь хозяева не отходят от своего питомца, да и пес. После того случая стал на удивление послушным.